Друзья ангелов Субтитры создавал DimaTorzok Друзья ангелов Лучший друг. Часть первая Ну и что мне делать? Василиска исчез. И Блю тоже. Она сказала, чтобы я шел за ней. А вдруг это ловушка? Есть только один способ это узнать. Я тебя не боюсь. Ты слышишь? Я иду. Я и не знал, что под школой прокопан секретный тоннель. Интересно, куда ведет лестница? Здесь дверь. Эй! Куда же я попал? Ты не помнишь? Один раз ты здесь уже был. Но это же... Энджели! Смотри! Это мама Раф! Мама Раф? Она у нас в заложниках, Сульфос. Мы не причиним ей зла, если ты будешь выполнять все наши приказы. Беспрекословно. Но это значит... Ты в нашей штаб-кварсире, Сульфус. Отсюда мы контролируем каждый твой шаг с помощью Василиска. Так что не делай глупостей. Даже не пытайся. Вы думаете, что я и дальше буду выполнять ваши приказы? Конечно, если тебе дорога Раф и её мать. Конечно, дорога. И поэтому вы заплатите за то, что сделали. Огненные крылья! Зеркальный щит! Тысяча дьяволов! Она так легко блокирует мои шаровые молнии! Сульфус, эти двое гораздо сильнее, чем ты думаешь. Ты можешь получить серьёзные травмы. Твой припадок закончился? Успокойся и подумай. Для тебя единственный выход – подчиниться нам. Вы не правы. Я способен на большее. Я могу освободить маму Раф. Сильные крылья! Поле молнии! Перестаньте! Его сейчас разнесёт на куски! Хватит, Кубрал! Наглый щенок получил хороший урок. Запомни, ты должен игнорировать Раф. Представь, что она – пустое место. Иначе следующая молния Кубрала будет направлена в маму Раф. Она совершенно беззащитна. Отведи его наверх. Почему я? Ведь это ты его сюда привела. Не надо нас недооценивать. Это будет фатальной ошибкой. Пойдём, Сульфус. Нам надо выбираться отсюда и побыстрее. Где ты был? Ты что, вообще не ложился? Ты всю ночь занимался дьявольскими делишками? Отстаньте от меня, поняли? Где же он был? Происходит что-то странное. Я ничего странного не заметил. Неудивительно. Вот если бы Сульфус притащил пиццу и гамбургеры, ты бы сразу заметил. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Почему вы на меня так смотрите? Да так. Просто ты... Мы давно не видели тебя такой бодрой. Это радует. Эй, полегче, я задохнусь. Вообще-то вы правы. Я давно не была такой довольной. Я же говорила, что ей давно пора выкинуть Сульфуса из головы. Сладкая. А что я такого сказала? То, что не стоило говорить, как всегда. Раф, извини, просто мы... Ну... Да ничего, я понимаю. Возможно, вы правы. Разрыв отношений с ним пошёл мне на пользу. По крайней мере, я должна себя в этом убедить. В этом году мне надо сосредоточиться на учёбе, ведь я хочу стать ангелом-хранителем. Это великая цель, Раф, но достичь её будет непросто. Я знаю, профессор, и готова к любым испытаниям. Очень хорошо, потому что сегодня тебя ждёт первый урок персонификации. Персонификация? Да, Сульфус. Персонификация. Или воплощение. Иди в гардеробную смертных и найди Скарлетт. Она объяснит, что это значит. Надеюсь, Скарлетт поможет ему проснуться. Я уверена, что Скарлетт положила глаз на Сульфуса в первый же день. Кабале! Что? Раз уж ты так беспокоишься о Сульфусе, иди с ним. У тебя будет первый урок проецирования. Но я не умею ничего проецировать. Сладкая, ты не в кино идёшь. Тебе не надо ничего проецировать. То есть, тебе надо проецировать себя. А какая разница? Сейчас Кэссиди рассердится. Разница очень большая. Терренс тебе объяснит. Иди, он ждёт тебя в гардеробной смертных. Ну, раз так, то я бегу. Хорошо, что профессор Кэссиди такая терпеливая. Да. Может быть, она чересчур сурова, но у неё золотое сердце. Это. И вот это. Тебе подойдёт. Что ты здесь делаешь? Меня прислал профессор Кубрал. Он сказал, что Скарлетт обучит меня проецированию. А кстати, где Скарлетт? Вот, это просто идеально. Но! Я уже где-то видел эту одежду. Конечно. И даже могу сказать, где ты её видел. Вот. То есть, я должна одеваться, как мой подопечный? Одежда и внешний облик – это первый шаг персонификации. Это самый лёгкий этап. Знаешь, как говорят смертные? Пройди милю в его ботинках. Конечно. Таким образом можно прочувствовать другого человека. Лучше и не скажешь. Это твоё сегодняшнее задание. Проработай одной ситуацией твоего подопечного. Проведи целый день. В его ботинках. Поняла. А что делать мне? Профессор Кэссиди сказала, что мне нужно проецироваться. А? Проецирование – это сложный процесс. Сейчас объясню. Ты когда-нибудь слышала голоса в своей голове? Ничего я не слышала в своей голове. Ладно. Попробую объяснить по-другому. Я вся во внимании. Ты взяла свой учебник? Я превратила его в миленькую брошку. Та гораздо красивее. К тому же нет риска его потерять. Тогда летим. Сегодня нас ждёт экскурсия. Вы можете сказать, куда мы летим? В школу смертных. Какое совпадение. Мы направляемся туда же. Только не говори мне, что у тебя тоже урок проецирования. К сожалению, так оно и есть. И теперь он мне нравится ещё меньше. Успокойтесь. Вот увидите. Это очень интересно. По крайней мере, нам будет интересно наблюдать. Это класс Лили-Лиу. Вы сказали Лили? Это же моя подопечная. Ты хотела сказать «наша подопечная». И вам нужно проецировать себя в её мысли. Если ты проникнешь голову Лили, то и я проникну, чтобы ты не натворила плохих дел. Удачи, сладкая. Плохие дела – моя специальность. Итак, вот наша Лили. Что вы о ней знаете? Я прочитала в справочнике, что её папа инженер, а её мама готовит суши. Её сестра живёт отдельно, и они общаются по интернету. Она одевается как мальчишка и не умеет наносить макияж. Неправда. Просто её не интересует мода. Потому что... Потому что... Ты даже не можешь это сказать. А правда в том, что Лили ненавидит шоппинг. Да. Я этого не понимаю. Хватит спорить о шопинге. Мы должны заняться проецированием. Вы забыли. Ну, хоть в чём-то я с тобой согласен. Вы знаете, что браслет подаст сигнал, если у подопечного будут неприятности? Да. Но сегодня он молчит. Правильно. Значит, у Лили всё в порядке. И что мы будем делать? Вы их создадите. Нет, нет. Этого не будет. Напротив. Сладкая, ты должна сподвигнуть её на хороший поступок. А ты на плохой. Это и есть проецирование. Значит, нам не надо ждать, пока у Лили начнутся неприятности. Мы можем вмешаться раньше. Вот именно. Но подождите. Мы же не в кабинете вызова. Как мы решим, кто сделает первый шаг? Правильно. Правило вето не распространяется на проецирование. Значит, я могу её искушать? Подожди. Тебе нужно узнать ещё кое-что о проецировании. Лили вас не увидит, но она будет слышать голоса. А вы, не перебивая друг друга, попробуйте воздействовать на неё. Ты будешь вдохновлять. А ты искушать. Но запомните, вы не должны говорить одновременно. Иначе она ничего не поймёт. Так, вызывайте свои талисманы. Бабочка, иди ко мне! Носферату, покажись! Хорошо. Теперь вы можете начать проецирование. Урок закончился. Правильно. А для вас урок начинается. Пока, девочки. До завтра. Пока, Сара Джейн. Ну, как дела, малыш? Я проголодался. Пойдём домой, я приготовлю обед. Это персонификация, пустая трата времени. Но, по крайней мере, я провожу время с тобой, Раф. Не понимаю, почему мы не можем делать это по отдельности. Но я не хочу разлучаться с тобой, Сульфус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok